всем привет рад видеть вас на своем канале сегодня хочу рассказать о способе заточки насадки для машины робот коп вот такие насадки она состоит из двух частей то есть верхняя часть у нас сеточка которая нарезает овощи на слайсы вторая часть у нас нож который крутится и нарезает это все потом на кубики принцип заточки ножа простой откручивается два вот этих болта снимается сама насадка и затачивается на обычном наждачном станке с последующей полировкой сначала на мелкозернистом абразивном круге дальше на полировальном с полировальной пастой затачивается все очень просто в принципе как лезвие острая остается основная сложность у нас состоит в заточке вот вот этой сетки сетка не разборная сначала когда я увидел первый раз эту насадку я подумал что ее можно разобрать каждый нож отдельно заточить и собрать на место но нет она не разборная насадка не разбирается затачивать нужно собранном виде я затачиваю это все алмазным надфилем вот у меня есть такой надфиль я использую плоский можно брать надфиль любого профиля трехугольного там квадратного квадратный может даже и лучше проходить вот такие углы затачивать заточка простая то есть мы смотрим на кромку каждого лезвия видим где у нас она засвечивается где есть вмятины и в том месте проходим я для большего качества прохожу везде даже если допустим у нас с первого взгляда кажется что острое на ощупь можно посмотреть что оно может даже не засвечиваться но быть уже затупленным я прохожу вот каждую сторону сеточки сверху до низу перворачиваю на 90 градусов прохожу еще раз еще раз и еще раз времени на этом нужно немного то есть одну сторону квадрата мы затачиваем не знаю там секунд 5 переходим дальше после того как мы прошли все квадратики вот эти с каждой стороны с переворотами на 90 градусов у меня есть еще такой надфиль с наматанной на него кожаной полоской эта кожаная полоска потом пропитывается полировальной пастой и для лучшего качества заточки я еще прохожу полировальной пастой тут нужно понимать что затачивать ну полировать нужно в одну сторону то есть если мы мы будем положим на кромку вот эту кожаную полоску полировать не не поднимая ее она будет срезать кожу с полоски то есть нужно затачивать в одну сторону опустили прошли подняли и так дальше тут тоже мы проходим раз пять и в принципе она потом блестит и все красиво то есть качество реза намного лучше чем без без этой полировальной пасты работа не сложная но кропотливая уходит на нее много времени на одну такую сетку вместе с кругом у меня уходит где то один день можно затачивать по вечерам включить какой-то фильм музыку и в принципе заниматься этой работой если кому-то понравилось видео или оно было полезным ставьте лайк пишите свои комментарии буду рад ответить вам на комментарии и дать как какой-то совет если что-то не получается всем спасибо приходите еще